Знаете, скажу так, я, если честно, не понимаю, нафига ему ввязываться в этот геморрой, например, вроде полномасштабной войны, ему это не нужно. Вот он, в принципе, за этот год сделал все, чтобы максимально дистанцироваться от этой специальной военной операции, настолько дистанцироваться, что если завтра, скажем, как вот любят говорить некоторые либералы, вообще оппозиционеры, вдруг завтра Гага, ему этой Гаге даже предъявить нечего будет, тогда нафига козе баян? Ну, собственно, об этом предлагаю поговорить вот сейчас. Специальный тематический выпуск по этому поводу я и придумал. Начинаем! Да, сегодня необычный выпуск, связан он главным образом с завтрашним посланием президента Путина Федеральному Собранию. Что это за послание такое, кого и куда посылают, ну, просто не все понимают. По сути, в данном случае речь идет о целях и задачах на ближайший год, то есть это некий план, по которому вся страна должна будет жить следующие 12 месяцев, и первое лицо данные планы озвучивает, по закону так положено, мол, ребята, есть сценарий, предлагаю данного сценария придерживаться. Масштабная подготовка уже началась, и один из ее аспектов – целая серия встреч, которые президент проведет с лидерами думских фракций. Сегодня глава государства принял лидера КПРФ Геннадия Зюганова. В эти дни партия отмечает 30-летие. Да я пойду в люк набухаю. Само собой, что российский народ, который уже целый год живет одной единственной информационной повесткой, который запуган, затюкан, затравлен пропагандистами, так вот, этот народ ничего хорошего от завтрашнего послания, естественно, не ждет. И это как раз неудивительно, ну, потому что Владимир Владимирович уникальный человек. Он умеет сделать так, чтобы, ну, вот, когда, кажется, хуже уже быть не может, наш царь умеет доказать обратное. Нет, друзья, может, и я вам сейчас это продемонстрирую. Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Ну да мы отвлеклись, о чем я? Ах, о том, что люди с ужасом ждут 21 февраля, а разного рода мерзавцы от пропаганды, и не только от пропаганды, вбрасывают в информационное пространство новые страшилки, заставляя граждан бояться еще больше. Ну вот пишут, например, объявит полномасштабную войну или введет повсеместное военное положение, самое популярное. Нас ждет всеобщая мобилизация, скажу так, и я во все это не верю. Более того, я действительно считаю оное именно вбросами, причем намеренными, которые делаются с целью, например, придать завтрашним событиям максимум значимости, может быть, с рейтингами великого кормчего поиграть, который вдруг напротив успокаивать население станет, зарабатывая тем самым у себя очки, ну у него же выборы через год, и мы это уже проходили. Сразу оговорюсь, я не Ванга, и не профессор Соловей, понтовыми предсказаниями разбрасываться не стану, я хочу поделиться с вами анализом ситуации. Ну а что делать с полученной информацией, решите затем каждый для себя самостоятельно, это реальная журналистика. Давайте без эмоций, тема сегодняшнего выпуска, поехали! Ну и начнем сразу с россказни о возможном объявлении полномасштабной войны, почему эта болтовня то и дело всплывает, ну потому что объективно СВО это уже больше, чем просто спецоперация. С некоторых пор в нее втянуты не только военные, например, но и представители других ведомств, и даже гражданское население в лице мобилизованных, 54 иностранных государства в ней так или иначе участвуют. Однако Владимир Путин продолжает настаивать, нет никакой войны, Минобороны проводят специальную военную операцию и ни разу от этого не отступил. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ход специальной военной операции? Требуется ли корректировать ее план? Нет, план корректировки не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым, основной целью, а основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Но эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. Спокойствие, только спокойствие. Да, кто-то сейчас возразит, зато пропагандисты говорят о другом. Вон, некоторые призывают в принципе Украину как государство ликвидировать. Кто-то о войне с НАТО лопочет. Давайте попытаемся поговорить без эмоций. Повторюсь, руководствуясь исключительно фактами, для начала поймите, пропагандисты это никто. То пустолайки, работа которых отравлять вам мозги всякой фигней, отвлекать от по-настоящему важных вещей, и они свою работу неплохо выполняют. Совпадение? Не думаю. На самом же деле, в любой ситуации наиглавнейшее значение имеет такой аспект, как юридическая сторона, определяющая, кстати, и ответственность за то или иное решение. А Путин, он ведь юрист и далеко не дурак. Между прочим, он прекрасно понимает. Какими могут быть последствия лично для него, если он вдруг начнет играть в настоящую войну? В настоящую. С юридической точки зрения, а так, ну спецоперации, спецоперация, мало ли военных операций те же американцы по всему миру проводили. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары? Больше скажу, друзья, при текущем раскладе Владимир Путин в принципе не несет ответственность за происходящее в Украине. Ну так получается. Еще раз, юридически, да. Министерство обороны действительно проводит специальную военную операцию на сопредельной территории. Но царь-то тут при чем? Он вообще гражданское лицо. Туда все вопросы, там все ответы в смысле у военных. Мы же много раз были свидетелями, как, скажем, Песков переводил стрелки на генералов. Типа, мы в этом некомпетентны. Как думаете, случайно? Да и Владимир Владимирович, к слову, тоже любит похожим образом с темы съезжать. Вы что-то показывал. Ну давайте еще раз. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения. Что-то считается ключевым. Догадываюсь, что сейчас полетят комменты из серии «Ерунду говоришь! Какое гражданское лицо! Президент у нас является верховным главнокомандующим на минуточку! Только ты, дурак, об этом и не знаешь!» Хорошо, пожалуйста. Вот вам скриншот с официального сайта Кремля, давайте читать вместе, и в дореволюционной России. И в советский период глава государства был верховным главнокомандующим вооруженными силами. Сейчас президент также обладает полномочиями верховного. Вот теперь самое интересное. Но! В мирное время он осуществляет общее политическое руководство в военной действительности. Командует обороной и войсками. Для тех, кто не понял, еще раз и на пальчиках. Полноценным главнокомандующим президент становится лишь в военное время, в мирное всего-навсего. Осуществляет общее руководство вооруженными силами. Это не я придумал. Лучите матчасть. И давайте не спорить. Вопросы есть? Вопросов нет. За мной. И с этими комментариями тоже не спешить, а то уже строчить начали. Эй, чувак, а ты не забыл, что вообще-то военное положение Путиным было объявлено несколько месяцев назад? Ну, любят у нас люди не дослушать до конца, а сразу что-то писать начинают. Нет, не забыл. Поэтому просвещаю. А в курсе ли вы, что военное время и военное положение совсем не одно и то же? И так под военным временем понимается период с момента объявления войны. Войны улавливаете. Военное же положение – это особый правовой режим. Ну, или такая игра на упреждение, что ли, при возникновении опасности, даже теоретической, то есть там квадратная. Тут зеленое, хотя и похожими словами написано. В этой связи напомню, что в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, а также в Терсонской и Запорожской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Ну, или как-то так. Кстати, вот этот вот видеофрагмент тоже не просто так здесь появился. Он как раз о военном положении в тех четырех регионах, в которых оно объявлено и действует по сей день. На что важно обратить внимание в данном случае. Давайте снова на пальцах вопрос. Что мы только что услышали? Да, по сути, Владимир Путин признает, что особый правовой режим или режим военного положения в этих территориях и без него действовал. Но, коль скоро ребятишки попросились войти в состав России, нужно, цитирую, оформить все в рамках российского законодательства. Так или нет? Я считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан. Все нормально будет вообще. Что до остальной России, ну, в рамках границ на начало 2022 года, а в остальных регионах, никто никакого военного положения не объявлял. Объявили о режиме ХЗ, ну, где-то повышенной готовности, где-то не очень повышенной. Помните, по СМИ еще такую таблицу-карту гоняли с красными, с оранжевыми, с желтыми зонами. Но сказать хотел не об этом. Главное, что лично я для себя из того обращения вынес. Недаром фрагмент вот этот показал, а президент снова скинул с себя всю ответственность и переложил ее на губернаторов, как в пандемию, мол, даю карт-бланш. Решайте, дорогие губернаторы, самостоятельно, как вы будете народ пытаться обезопасить. Станете ли в правах ограничивать? Нет. Короче, вы губернаторы, вам и отвечать. Если что, а я... А я тут ни при чем. Зачем я ни при чем? Даю ПРСТ даже частичную мобилизацию взять. Никто не помнит, как Владимир Владимирович о ней объявлял, а я вот помню. По просьбе Министерства обороны и бла-бла-бла считаю необходимым просьбу поддержать. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Нет слов. То есть его как бы военные попросили, но он пошел им навстречу, тем более, что с мобилизацией там тоже все вот так вот. Оно вроде как и мобилизация, но призывники едут на фронт в статусе контрактников. Путин это прямо подчеркивал иными словами в реалии-то. Мужикам контракт предложили, который каждый подписывал и подписывает добровольно. Ух ты. И опять кто тут и за что должен отвечать именно каждый сам за себя главного. Не трогайте. Он не при делах, как обычно. Еще раз призываю. Смотрите на происходящее с юридической точки зрения. Не идите у эмоций на поводу. Как у нас у русских людей принято. Обожаю, кстати, читать оппозиционных выскочек Путина. Будут судить в ГАГе серьезно. Да ему предъявить той в ГАГе нечего. Под слово вообще он никто не замазался. Только что по пунктам все разобрал. А теперь ответьте сами себе на главный вопрос. Сформулируйте вы этот ответ, которого так ждали. С начала программы будет он объявлять о начале войны. Выводить военное положение. Там всеобщую мобилизацию. И вот и я тоже думаю, а нафига Козе Баян? Представляете, человек долгое время делал все, чтобы дистанцироваться от этой спецоперации. В юридическом плане у него получилось. А теперь он что? Возьмет и хомут этот на себя нахлобучит? Зачем? К тому же через год президентские выборы. Это только не надо писать. Как раз военное положение вести. Никакие выборы не нужны. Так же проще? Нет. Так не проще. Проще. Создайте видимость соблюдения демократических процедур. Провернуть эти выборы по старой привычной схеме. Зато остаться с чистыми руками. Это ведь только в России. На закон каждому второму наплевать. За ее пределами. Буква закона очень и очень высоко ценится. Все. Переваривай. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся и очень скоро. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова